Теперь он вполне может себе позволить вот так широко и радостно улыбаться. Лидер лейбористов Кир Стармер, победитель нынешних парламентских выборов и следующий британский премьер. Голосовали ли вы за меня или нет, я буду служить каждому гражданину страны. Матерям, потерявшим сына, которого ударили ножом. Пенсионерам, которым тяжело получить важный прием у врача. Малым предпринимателям, отчаянно борющимся за то, чтобы удержаться на плаву. Я заступлюсь за них, поддержу их, буду бороться за них буквально каждый день. Во многом благодаря ему оппозиционная лейбористская партия добилась сенсационного абсолютного большинства в Нижней Палате Парламента, в Палате Общин и получила более 340 из 650 депутатских мандатов. Куда хуже настроение у консерваторов. У власти они пробыли 14 лет подряд, но, похоже, британцы устали от Тори. Более того, это наихудший показатель консерваторов аж с начала 20-го столетия. Лейбористская партия выиграла эти выборы. И я уже позвонил сэру Киру Старнеру и поздравил его с победой. Сегодня власть перейдет из рук в руки мирным и упорядоченным путем по доброй воле обеих сторон. Уже одно только это должно придать уверенности в стабильности этой страны. Сунак объявил об отставке с поста премьера и главы Тори, назвал результаты голосования отрезвляющими и добавил, что ответственность за проигрыш он принимает на себя. Что же касается британской прессы, то она не стеснялась в выражениях и назвала итоги выборов катастрофическим поражением консерваторов. Третий результат у либерал-демократов четвертой стала недавно основанная правым популистом Найджелом Фараджем партия Reform UK «Реформировать Соединенное Королевство». Фарадж, которого часто называют мистер Брэкзит, уже даже заявил, что на следующих выборах станет премьером. Обозреватели отмечают, что самоуверенности Фараджу не занимать и что шансов у него на это, мягко говоря, немного, учитывая нынешнюю грандиозную победу либористов. Фарадж в последнее время отличился рядом в высказывании про кремлевской направленности. Чего не скажешь о либористах, которые едины с консерваторами в вопросах поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии. По словам Стармера, в Киеве меньше всего хотят видеть, как политические партии в Великобритании ссорятся по поводу того, что для Украины вопрос жизни и смерти. Для Британии наступает время перемен, но к политике в отношении Украины это не относится, заявил будущий премьер. Накануне представители либористов заверили, что поддерживают все обязательства перед Киевом, взятые на себя британским правительством, в том числе ежегодную военную помощь в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов.